Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу подарить вам несколько невероятных шедевров мировой музыки. Я выбираю свои любимые фрагменты из музыки последних трёх с половиной веков и немножко расскажу вам о них. Я хочу открыть нашу сегодняшнюю программу тремя фрагментами из музыки, из оперы Хенри Пёрсела, Дидона и Эней. Это одно из невероятных творений европейской культуры. Опера, которая звучит всего лишь минут 35-40, написал её великий англичанин в 1689 году. Он написал её для школы, для пансиона. Там учились девочки. И там, говорят, работала жена Пёрсела. По нынешним временам она была куратором, классным руководителем. И вот для своей жены, для её девочек, Пёрсел написал эту музыку. Сегодня трудно поверить, что это невероятная, глубокая, прекрасная, барочная, требующая высочайшей культуры пения. Музыка когда-то, единственный раз, собственно, за многие годы, исполнялась девочками в пансионе. Потому что потом опера была забыта на 200 лет. И открыли её только в конце 19-го, начале 20-го века. Охотой дал, как я уже рассказывал вам, гениальный английский композитор 20-го века Бенджамин Бриттен. Он своим влиянием, своим авторитетом заставил англичан услышать эту великую музыку и порадоваться за любовь, за Англию, за свою национальную музыку. Я хочу вам сказать, что вся идея вот этой оперы основана на четвёртой книге Вергилия Энеида «История Дидоны и Энея». Дидона, которая царица Карфагена, охвачена волнением, она любит Энея. А Эней, как вы знаете, это троянский герой. Ну вот после падения Трои он оказался в Карфагене. И они любят друг друга. Это своего рода версия Ромео и Джульетты, античная версия. Это великая любовь, но против неё злодеи. Колдунья, две ведьмы и целый хор ведьм. Вот они хотят разрушить эту любовь. Они против всего, что прекрасно, что любят. И я не хочу вам рассказывать эту наивную, удивительную историю Дидона и Энея. Я просто знаю только, что Эней должен отплыть, уйти из Карфагена. Его ждут новые подвиги, его ждут новые дела. Он действует не по своей воле. Он действует по приказу Юпитера, через Меркурия, посланника богов. Боги приказывают Энею, что его удел не жить на Карфагене, окружённой красотой, любовью Дидоны. Он обязан покинуть остров. Энея отчаливает. И Дидона кончает жизнь самоубийством. И вот сейчас я хочу вам поставить три фрагмента из оперы Дидона и Эней. Первый из них – это «Вступление». Оно звучит меньше минуты, но в нём два образа. Первый – это скорбь. Причём, знаете, вот эта скорбь хорошо выражена пушкинской фразой «Печаль моя светла». То есть, вот в такой музыке, в порочной музыке, скорбь не может быть скорбной. Простите за тавтологию, скорбь может быть светлой, возвышенной, высокой, поднимающейся над мелкими человеческими скорбишками и страстишками. А вторая половина или вторая минута этой крохотной увертюры или вступления посещена, как бы, Энею. Он, который на всех парусах летит, на своём корабле, к новым подвигам. Вот два образа – скорбь Дидоны и стремление Энея следовать воле богов. Я хочу обратить ваше внимание на то, что музыка Генри Бёрсила настолько совершенна, настолько гармонична, что когда он после двухсотлетнего молчания был заново открыт, он не только возглавил собой, своей личностью, своей музыкой, знамя поднял английской культурой, британской культурой и дал основание, помните, мы говорили об этом в программах, связанных с Бенджамином Бриттном на радиостанции «Арфейтик», то следят за моими программами на обеих радиостанциях и из Чикаго, и из Москвы. Так вот, мы говорили о том, что Бритт, появившись на земле, не только стал великим английским композитором XX века, но и притащил, притянул за собой из XVII века открытого им, по сути, по-настоящему, Генри Бёрсила. И вот теперь слушайте. Эти меньше чем две минуты музыки – образец гармонии и совершенства. Субтитры создавал DimaTorzok «Арфейтик» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот это крохотное вступление, чудное, гармоничное, светлое, хотя и написано оно в миноре, слышите? Удивительное ощущение того, что мы слышим светлую печаль. Но это было только вступление для того, чтобы услышать одно из величайших творений мировой музыки, четырехминутную арию Дидоны. Когда Дидона, бесконечно любящая Нея, узнает, что она оставленная Нея, она восходит на ложе и кончает жизнь самоубийством. И здесь она поет арию, прощальную арию. У человечества не очень много творений и искусства при всем уровне и высоте всего, что написано, нарисовано, создано, сказано, как это. Эта музыка так же величественна, как хоральные прелюдии Баха, так же значительно, как великие пассионы Матфея, страсти по Матфею или страсти по Иоанну Баха. Эта музыка так же велика, как последние симфонии Моцарта и его реквием, хотя по времени она звучит всего четыре минуты. Я только скажу несколько слов о ее строении. Она построена на так называемом баса-астената, то есть постоянный бас. Что это значит? А вот начнет играть виолончель, и она сыграет фразу. Басовая линия, тема, идущая вниз. И потом, в течение всех четырех минут, остается эта линия во всем продолжении этой арии. То есть это как бы небесная воля. Вообще такая форма называется форма пасакалий или постоянного баса. Еще это называют чеконой, то есть два танца, которые строятся по законам или постоянного баса, или вариаций на тему баса. Так вот здесь несколько раз подряд звучит постоянно одна и та же линия баса. Но то, что происходит в мелодии, то, что поет Дидона, это настолько величественно, что и сегодня у музыкантов, у любителей музыки, у композиторов мороз по коже, когда они это слышат. Потому что такая музыка, она недосягаемая. Дидона прощается с миром. Текст совершенно трагический. Вот если дословно перевести с английского, будет так. Если усну в земле сырой, пусть горести судьбы моей твою не давит грудь, не давит грудь твою. Храни меня в душе своей. Судьбу мою забудь. Храни в душе. Судьбу мою забудь. Ну вот есть поэтический перевод. Мною выбран путь, мне в землю лечь и навек уснуть. Ты смерть и судьбу мою забудь. Мною выбран путь, мне в землю лечь и навек уснуть. Ты смерть и судьбу мою забудь, но клятву дай. Любовь мою на дне души храня. Любовь, любовь мою, любовь не забывай. Любовь мою, любовь мою, на дне души храня. Любовь, любовь не забывай. Видите, текст постоянно повторяет одни и те же слова, одну и ту же мысль. Речь идет о трагедии потери любви, о трагедии одиночества, которая невыносима, и о смерти. Но послушайте, как это выражено. Какой пафос, какая сила духа, как те люди, которые жили 350 лет назад, это слушали, как это писалось, как это воспринималось. Это воспринималось как величайшая в мире скорбь. Сегодня мы говорим о том, что эта музыка поднимается в космос как памятник, как идея вечности. Слушайте, я хочу, чтобы вы еще раз осознали, перед вами одно из величайших творений, когда-либо созданных на нашей планете. Вот такая музыка, это наш адвокат за все наши преступления перед Богом. Вот она, это Ария Дидоны из оперы барочного композитора Хенри Пёрсила, Дидона и Эней. Иногда я говорю о таких произведениях, что достаточно было бы только этой музыки для того, чтобы великому Пёрсилу поставить памятники во всех странах, которые ценят европейскую культуру. Итак, внимание, напоминаю, постоянный бас и голос, который обвивается вокруг этого баса, который скорбит, но музыка неуклонно идет к необычайным высотам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот вы знаете, когда я вместе с вами слушаю эту музыку, я думаю, и ко мне приходит моя важная мысль, которая меня защищает, и, надеюсь, защитит и вас, что вот такие произведения, это наши адвокаты. Мы перед гневом, перед гневом, перед гневом за то, что мы до сих пор не можем наладить на земле мир, красоту, гармонию, перед гневом за деяния человеческие, мы как бы обращаемся к Богу и просим постоянного прощения за все наши жуткие, страшные, кровавые грехи и говорим, что вот, Господи, мы можем это, мы можем это, это тоже мы. И послушай нас, мы будем, когда-нибудь будем такими высокими, гармоничными, бесконечными, стройными. Ну и для того, чтобы завершить общее впечатление, я добавлю, что вокруг Дидоны, когда она поет свою гениальную арию, находится ее свита. И вот когда Дидона умирает с последними звуками, вот вы слышали, да, она уже не поет, и когда оркестры доигрывают, это вот ход вниз баса-остената, постоянного баса по сакалии. То Дидона уже мертва, и свита вокруг нее прощается с ней. Это заключительный хор Дидоны и Эне, гениальной барочной оперы Янри Пёрсила, одного из величайших творений музыки Европы последних 350 лет. Вот она, завершение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диана Торзок Субтитры создавал DimaTorzok